Около трех тысяч фермеров со всей Литвы на уходящей неделе наглядно доказали, что когда повод для протестов есть, никакая плохая погода не помеха. Центр Вильнюса оказался парализованным, а по проспекту Гедеминоса на стоянке около Сейма и близ лежащих улочек выстроились около полутора тысяч могучих сельскохозяйственных машин. Ничего подобного Вильнюс, конечно, еще не видел. Особенно впечатляюще это зрелище выглядело с высоты птичьего полета. Это все было еще во вторник, ну а в среду сам митинг. Протестующие надеялись, что к ним выйдет поговорить премьер. Однако, показаться на сцене перед манифестантами осмелились лишь министры. Глава Министерства сельского хозяйства недавно обещал снизить акциз на нефтяной газ и ослабить ограничения на использование маркированного дистоплива. Сейчас же он заверяет, что также услышал в Брюсселе обещание решить проблему многолетних лугов. Оказывается, власти заставляют фермеров не обрабатывать некоторые части своих земель и превратить их в дикий луг. Это все позволяет сохранять естественную природу, луга становится домом для всяких насекомых и так далее. Раньше все всех устраивало, а теперь заставляют определенный процент своих полей превращать в необрабатываемые. Засеять какой-то луг, который не приносит пользы ни природе, ни человеку, ни обществу, ни бюджету Литвы. У вас трехкомнатная квартира, а вам говорят закрыть гостиную, но все равно ее чистить и пыль протирать, рассказывал СМИ один из протестующих фермеров. Аграрии рассказывали, что в деревнях стало меньше животноводческих ферм, не осталось ни коров, ни коз, за ними попросту некому ухаживать. А за полями надо ухаживать, хоть на них ничего и не производится. А это расходы без доходов. Фермеры также требуют вернуть старые правила использования маркированного и более дешевого топлива. Правительство запретило использовать аграриям, заправлять уцененным дистопливом машины, которые можно использовать не только для сельскохозяйственного производства. Фермеры говорят, что получают ограниченное количество такого топлива, поэтому не должно быть никакой разницы, куда они его льют. Протестующие также хотели добиться снижения акциза на нефтяной газ. Он используется, к примеру, для сушки зерна. В Литве этот акциз с начала этого года – 304 евро за тонну. Для сравнения в Польше – 15 евро. В Латвии – ровно ноль. Фермеры возмущены тем, что правительство не желает вмешиваться в рынок. В итоге переработчики и продавцы на сельхозпродукцию устанавливают низкие цены, которые аграрии считают несправедливыми. И, наконец, фермеры обрушиваются на экологические инициативы министра защиты окружающей среды. На наших полях появляются всякие болота, различные ограничения. Мы не сможем удобрять, опрыскивать. Постоянно что-то придумывают, говорили собравшиеся. В итоге власти пообещали только словесно, частично исправить ситуацию. Законы придется провести через парламент, а он соберется на весеннюю сессию только в марте. Земледельцы требовали вне очередного заседания уже сейчас. Будет оно или нет, пока неизвестно. Но если слова останутся только словами, то фермеры обещают провести уже жесткую акцию протеста и утопить столицу в навозе, как это было во время протестов в Германии. В Литве обсуждают введение новых налогов, которые, скорее всего, коснутся всего населения. Цель не только залатать дыры в бюджете, но и укрепить вооруженные силы. Один из вариантов, который экономисты и некоторые представители власти называют наиболее логичным – повышение ставки НДС. Но президент Гитанос Науседа не поддерживает эту идею. По его словам, это станет непосильной ношей для малоимущих граждан. Население будет платить за все, а я с этим не согласен. Да, можно было бы рассмотреть это предложение, возможно, снизив ставки НДС на основные продукты питания. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет. Поэтому я бы предложил рассмотреть другие пути, утверждает Гитанос Науседа. «Мы все платим НДС – и богатые, и самые бедные. Именно поэтому некоторые политики предлагают не облагать налогом людей с низким достатком, а собирать деньги с бизнеса, например, повышая подоходный налог. Бизнес не согласен. Все ли мы живем в этом обществе, всем ли нужна безопасность, или это только проблема бизнеса – защищать свою страну с оружием в руках», добавляет президент Конфедерации промышленников Видмантас Янулявичус. НДС – основной налог в стране, и ожидается, что в этом году он соберет более полумиллиарда евро. Повышение его на 1% добавит в бюджет почти 300 миллионов евро. Экономисты говорят, что повышение НДС звучит крайне логично. Самым лучшим выходом из ситуации был бы универсальный налог, более того, налог солидарности, который распределяется поровну, и ставка НДС, вероятно, наиболее подходит для таких целей. Те, кто потребляет больше, кто покупает более дорогие товары, платят больше. Те, кто потребляет меньше, вносят меньший вклад. В общем, это касается всех, и это в общих интересах и бизнеса, и населения, считает экономист Нериус Мачулис. Повышение НДС для борьбы с кризисом в Литве уже было. Протесты января 2009 года, которые переросли в штурм Сейма, были как раз вызваны повышением НДС. Тогда, кстати, у власти тоже были консерваторы. Премьером был Андрюс Кубилюс, а министром финансов Ингрида Шаманите. Именно они повысили налог на добавленную стоимость. Сначала с 18 до 19%, а затем до 21%. Тогда Кубилюс обещал, что повышение НДС – временная мера, введенная до окончания кризиса. Но нет ничего более постоянного, нежели временное. Как известно, все так и осталось. Андрюс Кубилюс, который сейчас трудится в Брюсселе депутатом Европарламента, в интервью телеканалу ТВ3 подбадривал, дескать, не надо бояться повышения налогов. Пусть люди злятся, но было бы очень хорошо, если бы через пять лет им не пришлось говорить. О, консерваторы чего-то не сделали. «Россияне бряцают оружием на границах, а мы не смогли сделать то, что нужно было сделать, в том числе ввести какие-то новые налоги», – сказал он. К слову, в прошлом и в этом году дополнительные деньги на оборону берут у банков, после того, как они получили сверхприбыль из-за роста процентных ставок. Парламент принял закон, заставляющий банки поделиться прибылью. Таким образом, оборонный бюджет пополнился примерно на около 400 миллионов евро. В то время как банки продолжают получать прибыли в сотни миллионов евро, налог солидарности в следующем году действовать уже не будет. А изыскать деньги где-то надо. И экономисты говорят, что тут речь точно не о нескольких сотнях миллионов евро. Не хватает миллиардов, а это потенциально совсем не повышение НДС на 1%. Планы грандиозные, и они как раз обсуждались на неделе на заседании Государственного совета по обороне. Литва закупит немецкие танки «Леопард», введет практически всеобщий призыв и, не откладывая в долгий ящик, сформирует собственную дивизию. Такие решения приняло руководство страны на Госсовете по обороне. Планы обозначены, вот только где взять средства на их реализацию пока до конца не ясно. Батальон состоит примерно из 40-50 танков. Ранее было подсчитано, что такая покупка может обойтись Литве примерно в 2 миллиарда евро. Но деньги понадобятся не только на новые танки. Совет по обороне решил увеличить и число призывников почти в два раза. С чуть более чем 4 тысяч в год до 7 тысяч. Расходы, соответственно, также увеличатся пропорционально. И такая цифра говорит о том, что в Литве, по сути, и без реформы будет введена практически всеобщая воинская повинность. Для этого потребуется около полумиллиарда инвестиций, а также десятки миллионов на ежегодное содержание. Правда, под обязательный призыв, скорее всего, попадут только юноши. Девушки, как и сейчас, могут пойти служить добровольно. В окружении президента также подтверждают ранее поставленную задачу сформировать армейскую дивизию к 2030 году. Ранее командующий литовскими войсками заявил, что при нынешнем финансировании дивизия будет создана не раньше 2035 года. Так что потребуются дополнительные средства на танки, на призывников, на создание дивизии и, наконец, на размещение немецкой бригады. Но где взять на все это деньги, политики пока сказать не могут. Премьер Ингрида Шамонити после встречи не стала общаться с журналистами и не объяснила общественности, как Литва будет оплачивать стратегию, которую придумали политики. Но на новой неделе должны появиться подробности. Становится известно все больше подробностей о других подозрительных наклонностях Гидеминоса Филипповичуса, который подозревается в похищении 9-летней девочки Скаунаса. Он выдавал себя за врача-аутиста и обещал вылечить это заболевание прикосновениями, а также искал доверчивых жертв в социальных сетях и по объявлениям. Хотя в прошлом году полиция отклонила жалобы родителей, теперь прокуратура решила расследовать эти возможные сексуальные преступления. Сам похититель не дает показаний, а ребенка уже опросили. Прокуроры говорят, что обвинения в отношении 42-летнего преступника увеличиваются. На литовских заправках дизельное топливо уже стало дороже 98-го бензина. Причина – повышение акциза. Кроме этого, на цене топлива вскоре могут отразиться военные действия в Красном море. Если ситуация ухудшится, нефть, а с ней топливо снова станут дорогими. Экономисты же уверяют нас, что пока цена на нефть будет стабильна. Придется ли жителям распахнуть кошельки пошире? Это зависит от еменских хуситов. Около половины молодых людей, включенных в списки призывников и неподходящих для службы в армии, избегают службы из-за предполагаемых проблем с психическим здоровьем. Члены Сейма подозревают, что некоторые из них симулируют. Консерватор Арвидас Поцус предлагает, чтобы люди, уклоняющиеся от службы из-за проблем с психическим здоровьем, должны автоматически лишаться и других возможностей, например, право водить машину или получить охотничью лицензию. После того, как в прошлом году процентные ставки достигли рекордных значений, экономисты все чаще говорят, что в этом году Европейский Центральный Банк начнет их снижать. Это приведет к постепенному уменьшению ежемесячных платежей по ипотеке. По прогнозам СЭП, в этом году процентные ставки могут снизиться на 1%, что означает, что семья, ежемесячно выплачивающая за ипотеку 600 евро, сможет сэкономить по полсотни евро. Жильцы сгоревшего многоквартирного дома в Вильнюсе переехали в социальное жилье, но квартиры оказались пустыми. Некоторые пострадавшие получили в дар вещи от Красного Креста и неравнодушных людей. Другие вынуждены покупать мебель и бытовую технику из собственного кармана. Большинство жителей рассчитывали получить от муниципалитета максимальную единовременную сумму – более 7000 евро. Однако после подсчетов и раздумий власти Вильнюса решили выдать некоторым людям всего по 1 тысяче. Поскольку некоторые из потерявших жилье якобы зарабатывают слишком много, сумма доходов на одного члена семьи не может превышать 700 евро. Спустя три недели после смертоносного взрыва в Вильнюсской многоэтажке прокуроры сообщили о шокирующей находке. Выяснилось, что на останках мужчины, в квартире которого произошел взрыв, были следы бензина и других летучих веществ. Следователи теперь не исключают версии, которую сразу после трагедии озвучили сами жильцы. Взрыв мог быть вызван умышленно. Современные терминалы, трехкратное увеличение пассажиропотока и новые направления полетов – таков грандиозный план расширения литовских аэропортов. В течение 30 лет в эту сферу планируют инвестировать сотни миллионов евро, дабы вскоре обслуживать до 17 миллионов пассажиров в год. Также в этом году правительство рассматривает вопрос о покупке доли в латвийской авиакомпании «Эйрл Балтик». Согласно последним данным исследования, в прошлом году зарплаты выросли в среднем на 10%. Быстрее всего они росли как у самых востребованных специалистов, так и у неквалифицированных. По прогнозам экономистов, в этом году рост зарплат будет медленнее, чем в прошлом. Согласно последнему исследованию платформы по изучению заработных плат manualga.lt, в прошлом году зарплаты выросли в среднем на 10%. Самый быстрый рост наблюдался в секторе безопасности на 23%. По данным исследования, в среднем такие специалисты зарабатывают 1274 евро на руки. У неквалифицированных работников зарплата выросла на пятую часть и составила 1031 евро в месяц. Зарплаты в секторе медицинского и социального обслуживания в прошлом году также росли быстрее среднего. В 2023 году они выросли на 16% и средний заработок здесь составил 1433 евро на руки. Субтитры создавал DimaTorzok